вечер добрый как жизнь молодая более-менее потихонечку у вас как тоже хорошо вы извините откуда я с испании у меня написано украина просто почему-то а нет просто когда заходишь своего аккаунта вконтакте там если написано написано донецк и вот она высвечу типа я с украины так нет я хренов тучу лет живу здесь так что я уехал в 16 сейчас мне 41 так что но и вы в этом конфликте кого поддерживаете конечно россию почему я ну все-таки во-первых историю надо знать кто основал что украина это не государства нетогоссударстваím так что нет языка и и так далее ну и что поэтому можно убивать людей или нет не пойму вот спросите украинцев q можно убивать в воде донбасса можно мандам майданить можно утаторить все это огня майданить по-моему можно почему нельзя покажет демократие в конституцию в конституции можно мы где можно майданить сотрудников полиции не можно угрожать не можно сжигать кидать них коктейли молоток и так далее так далее идет на взламенитые видео даже у меня я работаю тоже в полиции для меня это кажется немножко как-то я своим показом начальство тоже но за на за наших антифашисты мы когда видели как на ножичком перочинным в этот в коленку тыкает какой-то сосуно хотелось застрелить его реально а кто может не но если про конституцию то в конституции написано что власть это источником власти является народ поэтому народ имеет право решать каким методом сменить эту власть если она не будет таким конституции написано как меняется власть и какие пределы а вообще-то в демократической стране вы должны знать вы уже в америке жить суммуigi тыских saber что в полиция имеет монополию наносили если полиция должна была чтобы было все люди остальные жили спокойно этих то так как у нас наему не предпускать и тихих и тихих у нас ходят со сталиным и у нас ходит с франк нходят фашисты и антифашисты и кто-то будет пиать мы постоянно либо этого кто будет пить его того кто будет пиздеть а не может такой что кто то пиздела кто то горнет не надо вот так наркнет я что-то не понял сейчас посыл, честно говоря. Ну, у нас как в Америке. У нас, например, ты можешь быть фашистом, можешь быть коммунистом, можешь быть пидорасом, можешь кем-нибудь угодно. Майданить тебе запрещено. Вот ты можешь вот вы прописать, я хочу здесь сказать, что кто-то тут плохой. Ну, я не знаю, в Америке майданить можно, тут постоянно какие-то митинги проходят. А где там в коктейле молотов кидали в полицейских? А ну, расскажите. Мы когда были на празднике... Коктейли молотов не кидают, потому что здесь у всех разрешено ношение и использование оружия, поэтому и полиция немножко думает. А, ну вот. Нет, потому что они в суд, потому что они знают, что полиция чуть-чуть и сразу пристрелит, как вот последнюю скотину. Ну, так и полиция, потому что она знает, что у человека может быть оружие. Правило есть. В демократии что прописано? Полиция имеет монополию на насилие. Надо было майданутых перестрелять, чтобы вся остальная страна жила дальше спокойно. Вот и всё. Сколько там было? Тысяч двадцать? А в стране, в Дуркаине сколько? Тысяч двадцать пристрелишь... Смотрите, все остальные выборы в Украине потом после Майдана были честными, по-вашему? Нет, не были. То есть, все они были... Как его... Забыл слово. Демократичные? Нет, как это, когда подделывают выборы... Фальсифицированы, да? Конечно. А каким образом были фальсифицированы? Такое просто. Если вы помните, даже на телевидении у них показали, на всех каналах Петра Порошенко, то, что вся Украина, весь Донбасс проголосовал 99.9% за Порошенко. Вся. Херсон, Донбасс, Харьков, Донецк, Луганск. Все проголосовали за него 99.9%. Хотя у меня вся семья живет там и куча родственников. Никто говорит, вы что, какие голосовали? Вы что, гоните? А, ну и потом Зеленского, да, когда выбирали, тоже фальсифицировали? Нет, конечно. Нет. Донбасс не голосовал. А если они считают Донбасс у Украины, как они... Значит, они... Нет, вообще-то я не считаю Донбасс Украиной. Вообще, что Украину не считаю. Так что, пусть что хотят, то и делают. После Майдана это не страна. На Майдане нельзя было от Майдана. Надо было спокойно выйти, а потом разойти. Подождите, мы как-то перескакиваем. Выборы президента, что Порошенко, что Зеленского, были сфальсифицированы, так? Нет, Зеленского мне не пофиг. Мне по барабану. Ну, то есть он все-таки легитимный правитель. Ну, нет, да. А в Донецке нет. В Донецке нет. Ну, когда его выбирали все-таки большая часть Донецкой и Луганской территории все-таки входила в состав Украины, там же проходило голосование. Может быть, не знаю. Ну, это уже не важно. После Майдана это уже все. Это не страна. На Майдане Конституция жупу потерли, потерли. Ну, вот и все, дальше получают удовольствие. Я не понимаю, почему вы не считаете Майдан тоже легитимным изъявлением людей. Если они по-другому не могли изменить ситуацию. Он на базе насилия. Вот и все. И только суд может, только четыре, как он там, эпичмент, болезнь. Суд должен доказать, что либо смерть, то, что президент в чем-то там виноват, либо его можно сместить. То есть, даже Рада не может? Нет, не может. Прочитайте Конституцию. Четыре статьи было нарушено. То есть, если внезапно в стране мудак у власти, то уже ничего не сделать получается. У меня в стране тоже мудак у власти. И во Франции мудак у власти. И в Италии мудак у власти. И в Германии мудак у власти. И в Америке мудак у власти. И что? Мы что, в Майдане? Видели, как у нас президент? Я в Майдане, в Испании. Видимо, нету столько людей, которые считают, что это так. Нет, у нас как-то никак. Посмотрите, наш президент, я же гражданин Испании уже 26 лет. У вас, видимо, премьер-министр, наверное, а не президент. Нет, у нас президент Испании. Санчес. Премьер-министр, он в этом, в Германии. В Испании глава... У нас монархический строй. У нас король самый главный. И президент. Почитайте. Президент Санчес Испании. Сонная монархия. Председатель правительства. Федро Санчес. Ну, тут написано, что это председатель правительства, а не президент. У нас он президент. Хотите, я вам на испанском сейчас вобью. Не, ну... Я верю, но... Президент Испании. Это разные немножко вещи, потому что, ну, в Германии тоже вообще-то есть президент, но... Это разные... Президент Эдераман Круа, Педро Санчес. Вот его страница, даже вот у него написано, кто он и когда он, что он. Можете зайти посмотреть. Ну, не факт. Видели, когда у нас на 12 числа был день Испании, он даже не мог выйти с машины. Подождите, я уточню. То есть, вы выбираете прям президента, или вы все-таки выбираете партии, которые потом во время, ну, после выборов партии, они выбирают главу. Как у вас это происходит? Нет, мы выбираем отдельно партию, и там уже выбираем президента. Вы выбираете президента прямым голосованием. Да. И еще раз говорю, посмотрите, посмотрите, как у нас 12 числа президент не мог выйти с машины. Наши нацисты, ультраправые нацисты, которые за Испани, там, ну, типа что-то азовцев, этих, правосеков, гомосеков, они вот тоже орали, вот, президент ананас, президент козел, он целует американские жопы, пошел он нахер, у него деньги за границей. И да, у нас у всей элиты деньги за границей, и они все целуют американскую жопу. Ну, так все-таки есть протесты, и они это говорят об этом. Ну, конечно, есть. Ну, а кто кидает коктейли в молотов в полицию? Ну, так это уже крайние... Блин, вы так говорите, знаете, как будто в Украине по любому закону собирается Майдан, и народ постоянно против. Нет закона. Нет закона Украины. Как же она тогда существует? Как? Знать как, с божьей помощью и хорошим словом. Потому что есть что воровать. Советский Союз создал большое наследие. Если посмотреть статистику, на 93-е годы Украина была одной из самых богатых стран в Европе, можно сказать. Шестое место занимало по образованию, на 8-е место там, короче, больше всего медиков было на населенный пункт. В каком году? Самые хорошие порты. Ну, 93-е годы, если статистику выдвинут, сколько у нее все было? У нее не было долгов, какие заводы, какие поля, какая своя промышленность. У нее все было. Все полностью. И 54 миллиона образованного населения. Все поворовали, все поезжали, все пораздавали, все свалили нахер. Вот и все. Ну, так то же самое и про Россию можно сказать. Что по развору... Ну, вы разворовали много, да. Это я согласен. И много у нас тех прячутся здесь у нас с паспортом, попросили паспорт и гонят на Путина. Это да, конечно. Ну, слава богу, Путин пришел, всех понаказал, кого можно. Вот и все. Ладно, хорошо, спасибо за ликбез. Хорошего вам вечера. Взаимно, удачи. Ну, это, знаете, это общение чисто с верующим человеком. Во-первых, я просто посмотрел, что все-таки парламентская республика у Испании. Я не знаю, почему тут... То есть, у них называется этот президент, но это не та форма... Ладно, фиг с ним, он там в Испании. Ему лучше. Но вот мы вместо украинца поговорили с человеком с Донбасса, который рад тому, что происходит на Донбассе и что эта территория присоединяется к России, что Украина, как держава, так понимаю, ему не надо, чтобы существовало, Майдан – это незаконно, все, что прописано в Конституции законно, но то, как, например, в Конституции россияне подтираются, это вообще офигительное... Ну, собственно, как и в Беларуси тоже этой Конституции все подтираются по очереди.